Всем здорова! Сегодняшний выпуск хотелось бы начать с новости. В Российской Федерации в Госдуму приняла в третьем чтении закон о запрете анонимайзеров в сети. Этот запрет касается исключительно юридических лиц. Это не значит, что вас будут ловить по улицам, отлавливать, досматривать ваши смартфоны на наличие этих самых анонимайзеров и штрафовать вас. Нет, ни в коем случае. Но, если вы юридическое лицо, скажем, поисковик или какой-нибудь сайт или форум, и вы размещаете ссылки на скачивание анонимайзеров или выдаёте их в поиске, то вас могут очень крупно штрафануть. Вы можете задать вполне логичный вопрос. Каким хреном тебя это касается? Ведь ты живёшь в своём Казахстане любимом, а речь идёт о России. Но, поверьте мне, для нас Россия — это большой брат. И мы большинство тех законов, которые существуют в России и вообще на территории СНГ, копируем и локализируем у себя в Казахстане. То есть, если где-то там что-то запретили, то с вероятностью 99% у нас точно так же всё это запретят. С одной стороны, вы можете сказать, блин, ну, я ничего не делаю противозаконного в сети, я не покупаю наркотики, я не торгую людьми или оружием. Ну и ничего страшного, если какие-нибудь агенты ФСБ, ЦРУ, КГБ читают мои переписки, и, ну, ничего я там такого сильно опасного не пишу. Но посмотрите, к чему всё идёт. Дело не просто в банальном чтении переписки двух людей, а в принципе к запрету анонимности в сети. То есть, вы не сможете задать очень каверзный вопрос или очень откровенный вопрос на том или ином форуме. Элементарный пример. Вы заразились какой-нибудь, не дай бог, нехорошей болячкой, и хотите на форуме спросить, как эту болячку вылечить. При этом, врачебная тайна хоть у нас сейчас и существует, врачи не имеют права рассказывать про ваши болезни, но в сети этой анонимности не будет. То есть, все ваши сокровенные тайны, они станут общественным достоянием. Вполне вероятно, что ваши соседи и друзья тоже об этом узнают. Ладно, чёрт с ней, с этой анонимностью в сети, возможно, для многих это будет не так критично, и со временем мы можем просто к этому привыкнуть. Но одно дело анонимность, а другое дело блокировки и ограничения каких-либо крупных ресурсов. Очень-очень наглядный пример — это блокировка Telegram в России. Вы не поверите, но у нас в Казахстане блокируют не только Telegram, но ещё и YouTube. Но делают это очень-очень хитрым способом. На полтора-два часа в сутки мы лишаемся доступа к этим двум социальным сетям. При этом все провайдеры, к которым люди обращаются, они полностью открещиваются от этого. Они говорят, нет, мы ничего не блокируем, никакого у нас доступа нет. Но если вы в Казахстане живёте, давайте с вами так договоримся. Напишите, пожалуйста, в комментариях, грузится ли у вас Instagram, YouTube, Telegram и WhatsApp, скажем так, с 8 до 10 вечера. Недавно мы делали трансляцию с WWDC 2018. У нас было огромное приключение с тем, чтобы запустить, в принципе, эту трансляцию. И как только мы нашли более-менее стабильный интернет, расставили свет, подключили трансляцию, у нас было ровно три обрыва. То есть после 10-11 часов по нашему времени никаких обрывов не было, в принципе. И лично я связываю все эти обрывы с блокировкой социальных сетей в Казахстане. Многие медийные личности, наши местные и локальные, высказывались по этому поводу у себя на страничках в Фейсбуке, в других социальных сетях, но ни к чему это не привело. Как будто людей не касается то, что им ограничивают доступ к информации. Но если для людей, обычных зрителей, вас это не так сильно касается, ну окей, там два часа блокировки в день, ничего страшного, то для нас, ютуберов, блогеров, это огромнейшая проблема. Потому что именно в это время течет весь основной трафик на канал, на социальные сети. Как только ты хочешь что-то выпустить в сеть, у тебя это не получается сделать без VPN-сервисов. Чтобы отстоять свои права и получить доступ к заблокированной информации, вам понадобится VPN. Что такое VPN? VPN это Virtual Private Network, то есть виртуальная приватная сеть. Когда-то давным-давно ее задумывали как средство общения, средство коммуникации между двумя, скажем, крупными корпорациями. Если вы корпорация и у вас есть друг, еще одна такая корпорация, и вы хотите с ней общаться, и причем делать это так, чтобы ваши секреты, ваши какие-то внутренние вопросы никогда не раскрывались, и не было у людей, перехватывающих трафик, возможности этот трафик расшифровать и получить доступ к вашим секретным наработкам, то вы используете VPN. Сейчас же VPN используют скорее для обхода блокировок. То есть где-то за рубежом стоит сервер, и ваш трафик идет к этому серверу, а из этого сервера уже идет на те сайты, к которым вы хотите получить доступ. При этом весь трафик шифруется очень хитрым способом, и даже если на уровне провайдера этот трафик будет взломан, то никакие хакеры не смогут расшифровать вашу переписку или ваш трафик. Это будет просто набор несвязанных между собой символов. Начнем с того, что я не рекомендую использовать бесплатные сервисы, потому что вы не знаете, куда этот трафик будет в последующем использован. Возможно, этот VPN-сервис будет собирать ваши какие-нибудь персональные данные и потом продавать эти данные третьим лицам. Это не всегда хорошо, вернее, это всегда нехорошо, потому что, ну окей, это уже не приватность никакая получается, это просто доступ к заблокированным сайтам через черт знает что. VPN Hotspot Shield — это контора проверенная, они никуда не продают ваши личные данные, тем более, что это платный сервис. Они получают деньги не с продажи ваших персональных данных, а с вас. Вы платите за хороший сервис и получаете его. Hotspot Shield имеет более 600 миллионов скачиваний в более чем 200 странах. Это по-настоящему крупная компания с хорошей репутацией. У них есть свой собственный запатентованный протокол передачи данных, который обеспечивает высокую защиту и, конечно же, хорошую скорость передачи данных. Приложение доступно как для Mac, Windows, так же и для Android и iOS. Бесплатная версия не имеет ограничений по скорости, но чтобы ее использовать, придется посмотреть рекламу. Поэтому я советую сразу купить платную версию Hotspot Shield Elite и получить доступ ко всем возможностям. Тем более, что один аккаунт можно использовать аж на пяти устройствах и оплачивать подписку на два или три человека. Кроме этого, платная версия защищает вас от вредоносных программ и ограждает ваше устройство от заражения на вредоносных сайтах. Вы понимаете, да, что до такой степени уже довели нас, простых людей, что даже человек, который не сильно соображает в этой всей теме с интернетом, с блокировками, уже умеет пользоваться обходами блокировок в виде VPN, прокси, анонимайзеров, и это становится проблемой для государства. Потому что они хотят ограничивать нам доступ к какой-либо информации, но у них этого не получается сделать, потому что это интернет. Здесь невозможно, в принципе, что-то заблокировать раз и навсегда. Такого, ну, не бывает физически. Государственная машина объясняет все эти блокировки, борьбой с терроризмом, с детской порнографией, торговлей оружием, людьми, наркотиками и различными другими благородными причинами. Однако на самом ли деле они мотивированы именно этим? Мне кажется, это похоже на банальное затыкание ртов. Потому что сейчас они читают всю нашу переписку, завтра посадят пару очень значимых людей за репосты, за просто какую-нибудь надуманную тему, или нароют какую-нибудь информацию из-за того, что просто отсутствует анонимность в сети. А поверьте мне, любого человека можно посадить при желании найти какой-нибудь косяк. Никто из нас не святой. Любого человека можно упечь за решетку на очень долгий срок, и никто не пошевелит пальцем. Но можно сделать это показательно, посадить 10-20 каких-нибудь условных блогеров, и тогда вся страна, огромная территория с населением в миллионы человек будет бояться что-то просто даже сказать в сети. Многие сейчас, кстати, боятся о том, что, блин, мы скатываемся в какой-то Китай, где у них есть свой фаервол, где у них тотальная цензура, но на самом деле нет. Мы скатываемся в еще более страшную жопу. Китай, блокируя, например, YouTube предоставляет своим гражданам альтернативу в виде Йоку, блокируя ВКонтакте, они предоставляют альтернативу в виде Вичата, то у нас всего этого нет. Мы блокируем, но у нас нет альтернатив. То есть, понимаете, да, если Китай блокирует что-то извне, то он очень сильно развивает свои внутренние IT-инфраструктуры. У нас же такого нет. Если мы блокируем условный Телеграм, который, кстати, в России был сделан нашим-нашим, блин, чуваком-программистом, то мы не делаем никаких альтернатив. И это Россия. Я молчу про Казахстан, тут у нас с IT-шниками вообще их просто нет. Они отсутствуют как класс. Уже сейчас идет обсуждение того, чтобы заблокировать большинство иностранных ресурсов. Потому что по закону они должны все сервера свои размещать внутри страны. Но поскольку этих серверов у них нет, они не хотят раскрывать ключи шифрования, их тоже вполне могут заблокировать. То есть, представьте себе картину. Абсолютно все зарубежные мессенджеры, зарубежные социальные сети, айтишные ресурсы вдруг в один день заблокируют. Что у нас останется? Ничего. Одни одноклассники, ВКонтакте, Mail.ru. Но это... Hello darkness, my old friend. Если вы не в курсе, мы живем в 21 веке, и сейчас не обязательно идти на завод работать для того, чтобы зарабатывать хорошие деньги. Сейчас достаточно ввести какой-нибудь паблик, развивать ту тему, которая тебе интересна, собирать вокруг себя людей. Заниматься не только блогингом, но и введением, в принципе, остальных социальных сетей. Сколько людей вообще потеряло работу, потеряло источник хоть какого-то дохода после блокировки Телеграма в России, после блокировки ВКонтакте и сервисов многих российских на Украине, например. Элементарный пример. Мы сегодня летим на видеожару в Киев. И я оттуда не смогу без VPN пользоваться ВКонтактом. И многими другими сервисами, которыми я пользуюсь без проблем здесь, в Казахстане, но на Украине это почему-то запрещено. И мне опять же нужно будет использовать VPN. И ладно, я чувак-техноблогер, который более-менее хоть чуть-чуть соображает в теме и может на свой смартфон установить VPN-приложение. А ведь есть люди, которые в этом совершенно ничего не соображают. И как они, попадая в чужую страну, будут коммуницировать в привычных для себя социальных сетях? Это огромное неудобство. Во-первых, это неудобно для простых граждан, а во-вторых, для тех компаний, которые сотрудничают с ВКонтактом, с Яндексом, с любыми другими сервисами, которые запрещены в той или иной стране. Это огромные убытки для страны, это огромные потери в инвестициях. Китай сейчас становится не только индустриальным центром планеты, но еще и интеллектуальным. Если раньше первое место по количеству мозгов в стране держало США, то сейчас постепенно этот центр смещается в сторону Китая. Это в том числе благодаря тому, что они развивают свои внутренние сервисы. У них блокировка привела к тому, что простимулировало развитие собственных сервисов. У нас же блокировка привела к тому, что мы запугали весь свой народ. Профессия будущего — это программист. Но зачем нам нужны программисты, если они не могут ничего сделать фактически? Потому что они развивают какие-нибудь сервисы, начинают в них вкладываться, чуть-чуть вроде бы подниматься из говна, налетает государство, все блокирует, все запрещает и не дает совершенно никакого развития, плюс к тому еще может посадить на долгие-долгие годы. Все вы знаете знаменитую фразу «Кто владеет информацией, тот владеет миром». Владея информацией с разных источников, вы можете обрисовать себе всю полноту, всю широту картины происходящего. Но не имея этих источников, если эти все источники заблокированы, и у вас только один источник информации, вами можно манипулировать как угодно. Вспомните элементарный пример. Северная Корея. Когда у них был один источник информации, это их государство. Что они говорили там по телевизору, что они выиграли войну с Америкой, что они победили во всех в мире Олимпиадах, что они самое великое государство на планете. И люди внутри страны в большинстве верили этому, потому что у них не было альтернатив. Все альтернативы были заблокированы. И именно к этому мы идем. Но если даже сейчас Северная Корея понимает все свои ошибки, Ким Чен Ын идет навстречу другим государствам, открывает постепенно границы, то у нас, наоборот, обратная тенденция. Почему мы идем обратно в сторону СССР, всех этих блокировок проклятых, всех этих ограничений информации? Мы далеко не тупые люди. Мы в любом случае найдем способы обхода этих всех блокировок. Для чего этот весь проклятый театр абсурда? Возможно, у зрителей, смотрящих это видео, возникнут вопросы, типа, зачем ты ругаешь свое государство? Ты ведь в нем живешь. Но на самом деле я патриот. Мне кажется, патриот это не тот человек, который воспаляет власть, бегает с флагами наперевес и кричит какие-то проправительственные лозунги. А патриот это тот человек, который хочет сделать ту страну, в которой он живет, лучше. Я не согласен с политикой многих стран, я не согласен с политикой нашего местного правительства в том, что они берут пример с тех стран, с которых брать пример не стоит. И именно поэтому я и бомблю очень сильно. Stupid Mad World это канал, который имеет определенный вес. И я верю, что этим видео я смогу достучаться до тех людей, которые в этой стране хоть что-то решают. Пожалуйста, не берите пример. Не берите плохой пример у других государств. Берите хороший, перенимайте только хорошее. Если вы что-то блокируете, давайте развивать свое. Вкладывайтесь в айтишников, вкладывайтесь в людей, которые живут, которые пытаются что-то делать для страны в том числе и для государств в частности. Если не говорить о проблемах, станет только хуже. Я хочу, чтобы сейчас все мои зрители задали себе один очень простой вопрос. Какого будущего мы с вами хотим? В какой стране, в каком государстве мы хотим с вами жить? Неужели это государство будет похоже со временем на Северную Корею? Лично я не хочу жить в Северной Корее и вам не советую. Поэтому прокачивайте свой интерес к теме интернета. Прокачивайте свою грамотность в сети. Обязательно читайте разные источники. Собирайте как можно больше информации о том, как можно обойти все эти блокировки. Даже если вам сейчас это не понадобится, вполне возможно, что завтра это придет вам на помощь. И никто не застрахован в сети от той или иной блокировки или ограничения доступа к какой-либо информации. Будьте людьми. Всем спасибо за внимание. Всем пока.